Добрый день, уважаемые коллеги! Я начну, пока здесь вроде бы уже всё готово. Меня зовут Александр Ляцкин, я работаю в секторе молекулярной физиологии клетки в лаборатории физиологической генетики. И мы работаем над клетками, изучаем свойства мембраны, в частности, ионную водную проницаемость, поэтому тема эта мне близка. И я расскажу вам немного о плазматической мембране, о том, почему это так важно изучать потоки ионов и воды через клетку. И какие клинические аспекты, прежде всего, возникают при нарушении функции мембраны, вот в частности, функции транспорта веществ. Ну и также я подчеркну, почему плазматическую мембрану можно считать государственной границей клетки. Ну, прежде всего, я повторю в нескольких чертах, что же из себя представляет плазматическая мембрана. Плазматическая мембрана – это фосфолипидный бесслой, вот здесь на рисунке он обозначен. В виде серых кружочков – это гидрофильная часть, гидрофобные остатки жирных кислот. Они формируют фосфолипидный бесслой, внутри которого встроены молекулы холестерина, которые изменяют подвижность фосфолипидного бесслоя. Кроме того, в мембрану встроено большое количество белков. Это интегральные белки, которые пронизывают мембрану насквозь. Кроме того, белки могут находиться только с одной стороны клетки, только с внешней стороны, либо только с внутренней стороны, перемещаться по мембране и выполнять очень важные функции. Вот, в частности, функцию транспорта веществ через мембрану. Белки могут быть гликозилированы, то есть могут быть углеводные остатки крепиться, они выполняют роль рецепторов. Ну, кроме того, выполняют роль связывания с другими веществами, с легандами, в том числе с гормонами. Так, подождите, а плазматическая, это что такое? Вот, вот, мембраны, я понимаю. Зачем прилагать на плазматическое? Ну, плазматическая обозначает это самая внешняя мембрана клетки, потому что кроме плазматической мембраны, которая окружает клетку и является ее внешней оболочкой, ну, это вот, проживодные клетки, есть внутренние мембраны, там они не рассматриваются в данной лекции. Понятно, понятно. Вот, значит, далее. Почему плазматическая мембрана так важна? Она является причиной, благодаря которой формируется различие между внутриклеточной и внеклеточной средой, особенно по ионному составу. Вот, как видно на слайде, количество натрия в клетке гораздо меньше, чем снаружи. Калия же наоборот. То есть, ионы натрия и калия, это основные ионы, по которым наблюдается значительное отличие между внутриклеточной средой и внеклеточной средой. Кроме того, в клетке практически нет ионов кальция, снаружи его достаточно много. Ионов хлора в клетке значительно меньше, чем снаружи. Зато компенсация отрицательного заряда происходит из-за наличия в клетке отрицательно заряженных ионов, обозначенных вот столбцом А, это различные аминокислоты, сахара, белки и другие, ну, мелкие и крупномолекулярные органические вещества. Они, как правило, несут отрицательный заряд и компенсируют положительный заряд ионов калия. Таким образом, внутриклеточная среда – это практически ионы калия плюс органические анионы, а внеклеточная среда – это ионы натрия и хлора, ну, вот как в морской воде. Таким образом, почему-то очень важно создать вот этот дисбаланс по ионов, вот это различие между внеклеточной и внутриклеточной средой, и это обеспечивает как раз мембрана. Если рассматривать проницаемость искусственных липидных бесслоев, то они практически непроницаемы для таких веществ, как для заряженных веществ, для ионов натрия, калия и хлора. То есть проницаемость искусственных мембран очень мала, и для того, чтобы обеспечить транспорт веществ, необходимо наличие в мембране дополнительных механизмов. Вот тех интегральных белков, о которых я говорил. Какие же это белки? За счет чего создается дисбаланс ионов между внеклеточной и внутриклеточной средой? За счет чего мембрана проницаема все-таки для ионов натрия и воды? То есть плазматическая мембрана, ее главное свойство, она обладает избирательной проницаемостью до веществ. То есть вот аналог границы, государственной границы, на границе клетки происходит постоянный контроль входящих и выходящих веществ. И только те вещества, которые необходимы клетке, пропускаются внутрь, соответственно другие не пропускаются. И эта избирательная проницаемость регулируется благодаря множеству факторов. То есть не является постоянной величиной. В зависимости от физиологического состояния организма, плазматическая мембрана может открываться для других веществ и закрываться для других. То есть избирательная проницаемость меняется. Значит, за счет чего обеспечивается мембранная проницаемость? Как правило, вот можно выделить главных четыре механизма, механизма, обеспечивающие трансмембранный транспорт веществ. Это водные каналы, ионные каналы, различные белки транспортера ионов, ионные насосы. И вот далее я кратко расскажу про каждый из этих типов. Значит, что такое водные каналы? Водные каналы это интегральные белки, пронизывающие мембрану насквозь. Вот здесь вот показана мембрана, внутри нее встроен белок. Несколько павелепептидных цепей сворачивается таким образом, что внутри, в центре формируется пора, проницаемая для воды. Есть определенный фильтр, который пропускает только молекулы воды. Здесь несколько аминокислотных остатков, положительно заряженных. Ориентировано таким образом, что пропускает только молекулы воды. Вот здесь происходит связывание с отрицательно заряженным кислородом молекулей воды. Другие вещества не проникают. Таким образом устроены эти водные каналы. И почему водные каналы так важны? Почему за них даже дали недавно Нобелевскую премию? Я расскажу в дальнейшем, какие клинические аспекты связаны с функцией водных каналов. Кроме водных каналов, существуют различные типы ионных каналов, которые также представлены интегральными белками с порой. Но эта пора в данном случае селективна не для молекул воды, а для различных ионов. Вот в частности для катионов. То есть мембрана обладает специфическими механизмами для всех веществ. То есть для калия существуют специфические калиевые каналы, для натрия свои каналы, для воды свои каналы. То есть огромное количество трансмембранных переносчиков, выполняющих абсолютно специфическую функцию. Вот в частности здесь представлена некоторая модель калиевого канала. Ну и вот зеленым кружком обозначен ион калия, который перепрыгивает через несколько состояний, он здесь связывается также с аминокислотами, и проникает внутрь клетки. Вот, закаливые каналы также дали Нобелевскую премию за исследование перехода иона калия из вне клеточной среды во внутриклеточную среду. Значит, ионные каналы таким образом похожи с водными каналами. Движение веществ абсолютно пассивно, они двигаются по своему химическому, концентрационному градиенту, осматическому градиенту для воды и электрохимическому градиенту для ионов. Таким образом проникают внутрь клетки или выходят из клетки без затраты энергии. Значит, чем отличаются транспортеры ионов? Транспортеры ионов – это также белки, но здесь они для транспорта ионов используют источник энергии. Они представляют из себя белки, которые связывают один или несколько ионов. Вот есть примеры белков, которые переносят одновременно ион натрия, ион глюкозы, ион натрия, ион фосфата, ион натрия и йод, натрий, хлор, калий, натрий, хлор, калий, хлор. То есть большое количество белков, которые переносят совместно несколько типов веществ. И в данном случае они используют энергию какого-то из ионов. Например, чаще всего это энергия ионов натрия. Как известно, натрия в клетке очень мало, а снаружи его много, поэтому он свободно может входить внутрь клетки. А глюкоза свободно так не может входить, потому что, как правило, в клетке ее очень много. Таким образом натрий как бы тянет глюкозу за собой совместно. То есть используется энергия натрия для переноса глюкозы. И вот такие натриевые транспортеры, натриевые котранспортеры или симпортеры, переносят натрий и глюкозу, натрий и фосфат, вот все вот эти вещества, натрий, калий, хлор. То есть ион натрия тянет за собой два иона хлора и один ион калия. Таким образом достигается электронейтральный транспорт. Это позволяет проникать ионом калия и хлора даже против их электрохимического градиента. Кроме симпорта, когда движение веществ происходит в одном направлении, существует также антипорт, когда одно вещество входит в клетку, а другое вещество выходит наружу. Как бы происходит обмен. В данном случае есть, ну можно привести примеры таких антипортеров. Например, натрий кальцевый обменник. Значит, натрий входит внутрь клетки, кальция выкачивается наружу. Натрий протонный обменник. И обмен хлора на гидрокарбонат ион. Ну, это только просто примеры, их огромное количество, таких переносчиков. Вот это самые основные. Я перечислил вещества. Здесь в данном случае также натрий идет по градиенту, а кальций выкачивается против градиента. Вот. Это что касается транспортеров ионов. И последний очень важный, очень важный класс ферментов, это ионные насосы. И самый главный их представитель, это натрий-калевый насос, который как раз и является главным ферментом, который создает разность в концентрациях между вне-клеточной и внутриклеточной средой. То есть, это главный фермент, который выкачивает натрий из клетки и закачивает калий внутрь клетку. Здесь транспорт происходит за счет энергии АТФ. Абсолютно. Оба вещества двигаются против электрохимического градиента, и для этого требуется источник энергии. Вот молекулы АТФ при этом гидролизуются. Происходит шести членов, ну, наблюдается, значит, шесть стадий. Значит, вот три иона натрия входят, как бы связываются с молекулой фермента. Затем происходит расщепление молекул АТФ, изменение конформации белка, выбрасывание натрия наружу, связывание двух ионов калия из вне-клеточной среды, опять же, изменение конформации и закачивание этих ионов внутриклетку. Вот именно из-за этого фермента обеспечивается различие в концентрациях, и можно сказать, что этот фермент является главным для поддержания жизни. Если заингибировать работу этого фермента, вот в частности холодом или аубоином, есть специфические ингибиторы, то клетка теряет свою жизнеспособность. Происходит выравнивание концентрации между вне-клеточной и внутриклеточной средой, и клетка становится нежизнеспособной. Вот поэтому вот это главный фермент, который вообще формирует электрический потенциал на мембране, формирует разность в концентрациях, но вот про него я больше не буду говорить. Кроме, значит, натрия-калиевого насоса существует еще, кальциевый насос, который выкачивает кальций из мышц, протонный насос и еще ряд переносчиков. Ну вот, значит, я описал основные механизмы трансмеврального транспорта, и теперь я хочу рассказать об интересных клинических примерах, которые связаны с нарушением функции, которые показывают важность этого процесса для жизнедеятельности как клетки, так и организма в целом. Вот, я хочу начать с транспорта воды. Почему же транспорт воды так важен для жизнедеятельности клетки и организма? Казалось бы, транспорт воды, ну, должен влиять, ну, то есть, неочевидна роль транспорта воды в регуляции различных по своей природе физиологических процессов. И вот я покажу, где водные каналы аквапарины принимают участие. Практически во всех физиологических процессах, как вы сможете заметить. Значит, прежде всего, аквапарины выполняют свою физиологическую роль в почках. Они реабсорбируют воду. Вот здесь представлена структура нефрона. Почки вообще фильтруют до 200 литров плазмы крови каждый день. То есть, 8 ванн крови прокачивают через себя. И, соответственно, образуется порядка 200 литров первичной мочи. Если бы не происходила реабсорбция воды, то организм бы умирал сразу от обезвоживания в течение суток. Но этого не происходит. Выделение воды в норме порядка, ну, с мочой, порядка полутора-двух литров. Значит, вся эта масса воды реабсорбируется. И вот как раз водные каналы аквапарины, прежде всего, аквапарин первый, находящийся в проксимальной трубочке, и аквапарин второй, третий, четвертый, находящийся в собирательной трубке, они выполняют функцию реабсорбции воды. Причем, аквапарин первый выполняет конститутивную реабсорбцию, то есть, основную массу воды он реабсорбирует постоянно. А аквапарин второй, третий, четвертый, они регулируются в зависимости от физиологического состояния организма гормоном вазопресином. Ну, то есть, на самом деле, регуляция здесь идет порядка нескольких процентов, ну, и этого достаточно для организма, для того, чтобы регулировать его водно-электролитный баланс. Вот, значит, аквапарины важны для функции мозга. В астроглии, в астроцитах, экспрессируется аквапарин четвертого типа. Это вот тот же самый аквапарин, который экспрессируется в почках, вот он обильно присутствует в астроцитах. И с функцией аквапарина четвертого связан такой патологический процесс, как отек мозга. При травмах, частая, значит, одна из самых главных причин смерти человека при травме головы, это отек мозга, который развивается из-за того, что разрушаются ткани, нарушается гематоэнцефалический барьер, повышается осмолярность внеклеточной жидкости, и вода по осматическому градиенту проникает в структуры мозга, происходит его разбухание, а так как объем черепной коробки ограничен, то происходит сдавливание жизненно важных структур. И вот как раз водная проницаемость клеток, астроглии, значит, обусловлена аквапарином четвертым. Вот динамика воды внутри мозга. Значит, проводились исследования на мышах-накаутах, где аквапарин четвертый был блокирован, и это предотвращало развитие отека мозга. Таким образом, развитие технологии селективного блокирования различных транспортеров, в частности, водных каналов, а таких веществ еще не существует, это есть один из перспективных направлений для предотвращения отека жизненно важных органов, таких как мозг и легкие. Ну вообще, я тут приготовил картинку, которая демонстрирует гематоэнцефалический барьер. Вот это сосуд, вот это клетки эндотелия. Гематоэнцефалический барьер обеспечивается тем, что, если в обычных, ну, в других органах, не в мозге, вещества могут достаточно свободно проникать через клетки эндотелия, благодаря тому, что между ними практически нету связи, там между клетками могут проникать в окружающую соединительную ткань, в межклеточное пространство достаточно крупные вещества, молекулы. Здесь же, в мозге, эндотелиоциты соединены между собой специфическими связями белковыми, называющиеся плотные контакты. И вот они предотвращают поступление в мозг, в ткани мозга, большинства веществ. Поэтому эндотелий в мозговых структурах гораздо менее проницаем, чем во всех остальных органах. Ну и вот, при травмах может нарушаться как раз соединение между эндотелиями, и вот через них может вода поступать в межклеточное пространство, и затем в астроциты. Вот, почему, далее рассмотрим, почему транспорт воды важен для работы центральной нервной системы, вот без относительного отека, почему вообще транспорт воды важен даже для прохождения нервного импульса. Оказывается, здесь опять играют астроциты. Значит, астроциты выполняют поддерживающую функцию для нейронов. Они извлекают ионы калия. То есть при прохождении нервного импульса вокруг нейронов формируется повышенная концентрация ионов калия. Из-за того, что при прохождении нейрона калий выбрасывается из клетки. При этом для прохождения следующего импульса необходимо реабсорбиться, удаление из окружающей среды, окружающей клетки среды этих ионов калия. Как раз астроциты и занимаются этой функцией. Если же ионы калия не удалять, то возникает деполяризация нейронов. И это ведет к эпилептическим припадкам. То есть эпилепсия как раз и связана с тем, что нарушается процесс отторможения центральной нервной системы. Происходит постоянное возбуждение нейронов. Вот астроциты как раз выполняют функцию реабсорбционов калия. И в этом процессе главную роль, как выяснилось, играют также водные каналы окопорин-4. Если окопорин-4 удалить из астроцита, эффективной реабсорбции калия не происходит. Потому что, как выяснилось, это буквально работает с 2013 года, начало этого года, когда было показано, что транспорт воды связан с транспортом калия, благодаря тому, что он влияет на размер внеклеточного пространства и формирует локальные электрохимические градиенты, которые способствуют входу калия в астроцит. Ну то есть и здесь для порождения нервного импульса очень важны, как выясняется, водные каналы. Далее более прикладной аспект, почему глицерин есть практически во всех косметических средствах. Также было показано, подведена научная основа под этот факт. Вот почти 200-летнюю практику, как было написано в журнале, мы теперь объяснили почти 200-летнюю практику включения глицерина в косметические средства, и это как раз связано с функцией водных каналов. Здесь, значит, надо посмотреть на структуру эпидермиса. Основным элементом, основным, значит, типом клеток в эпидермисе является кератиноциты. Вот они обозначены здесь розовыми клетками, и они в процессе созревания от базальной пластинки перемещаются наружу, значит, к внешнему слою, там они умирают, превращаются в клетки рогового слоя. Это уже барьерные клетки мёртвые, которые абсолютно непроницаемы ни для чего, и защищают организм от негативных факторов внешней среды. Так вот, увлажнённость эпидермиса, скорость заживления ран, регенерация, как раз связана с наличием в кератиноцитах водных каналов, аквапаринов типа 3. Аквапарин третьего типа является акваглицерапарином, то есть он, кроме воды, пропускает через себя ещё и молекулу глицерина, то есть он может транспортировать два типа молекул. И вот как раз за счёт наличия в кератиноцитах аквапарина третьего происходит насыщение глицерином, ну, слоя эпидермиса, а глицерин, как известно, может превращаться в глицерол-трифосфат, в пируват, затем поступает в цикл трикарбоновых кислот, и происходит синтез АТФ. То есть глицерин на самом деле способствует регенерации клеток и заживлению ран. То есть на самом деле добавление глицерина в кожу спасает, допустим, от дисфункции аквапарина третьего, или помогает аквапарину третьему транспортировать дополнительный глицерин. А, ну я забыл ещё сказать, что глицерин ещё обладает гидро... ну, удерживает воду, поэтому он обладает способностью удерживать воду, поэтому увлажнение эпидермиса зависит от концентрации глицерина в ткани. Какова роль... Теперь рассмотрим, какова роль транспорта воды при развитии раковых заболеваний. Оказывается, при развитии раковых заболеваний аквапарина также играет свою роль. Известно, что транспорт воды, опять же, через аквапарин третий способствует миграции клеток. Если рассмотреть любую мигрирующую клетку, то вот на вырасте в направлении миграции происходит деполимеризация актина, повышение концентрации осмолитов в этом участке клетки и вход воды внутрь. Вход воды вызывает увеличение этого выроста. Далее актин реполимеризуется, закрепляет этот вырост, закрепляет изменение формы. И таким образом, благодаря входу воды на мигрирующем конце клетка медленно перемещается. Таким образом, показано, что аквапарин третий как раз и участвует в миграции клеток. Ну, а естественно, если он участвует в миграции клеток, а тем более, как я рассказывал раньше, он стимулирует регенерацию клеток, усиленную пролиферацию, он, естественно, участвует в процессах опухолеобразования. Таким образом, глицерин и его поток через аквапарин третий не только стимулируют быстрое заживление ран, но и способствуют процессам опухолеобразования кожи. Поэтому надо с осторожностью применять кремы с глицерином, особенно если существует риск опухолеобразования в этом месте. Также аквапарин играет определенную роль в развитии ожирения. В адипоцитах, в мембране адипоцитов есть аквапарин седьмой, который также транспортирует глицерин, но уже не на вход, а на выход. При нарушении функции аквапарина седьмого глицерин накапливается в клетках, и стимулируется синтез жирных кислот и увеличение массы тела. Ну вот, а теперь, значит, вторая часть лекции, я расскажу немного о патологиях, связанных с ионными каналами и транспортерами. Ну, прежде всего, следует отметить, что ионные каналы и транспортеры участвуют в передаче нервного импульса, поэтому здесь сразу при их нарушении функции наблюдается нарушение, связанное с работой центральной нервной системы, и периферической нервной системы, это эпилепсия, атаксия, нарушение координации аритмии сердца, муковисцидоз, это тоже тяжелое наследственное заболевание, связанное с нарушением ввода секрета, допустим, из легких. Гипертензия, нарушение эпителиального натриевого канала в почке, вызванное повышенной реабсорбцией ионов натрия в организм, то есть повышение ионов натрия в организме стимулирует реабсорбцию воды и повышение давления за счет увеличения объема жидкости. И различные эндокринные нарушения. И вот здесь я расскажу только о двух примерах эндокринных нарушений, которые, с моей точки зрения, очень интересны, потому что, на самом деле, роль там ионных каналов неочевидна. Какие, значит, я хочу, о каких эндокринных нарушениях я хочу рассказать. Это нарушение секреции инсулина в поджелудочной железе и нарушение реабсорбции ионов кальция и фосфата в почках. То есть, на самом деле, практически все физиологические процессы зависят от ионных каналов и транспортеров. Вот каким же образом регулируется секреция инсулина? Инсулин в бета-клетках Лангерганса, он сосредоточен внутри клетки в виде визикул. Ну, то есть, это мембранных структур, тоже в виде пузырька, окруженного мембраной. Внутри находится инсулин. И для того, чтобы он выбросился в кровь, необходимо слияние такого пузырька с внешней плазматической мембраной клетки. Вот здесь как раз показан процесс такого слияния. То есть, приближение визикулы, раскрытие, и вот инсулин вышел в кровь. Для того, чтобы этот процесс произошел, необходима активация кальциевых каналов вблизи как раз слияния плазматической мембраны с визикулой. Вот кальций внутрь клетки входит, запускает ферментативные реакции, то есть, белки активируются, которые обеспечивают связывание. Здесь огромный комплекс белков, которые обеспечивают связывание визикулы с мембраной. И затем выброс происходит из клетки инсулина. Но на самом деле, активация кальциевых каналов происходит благодаря инактивации калиевых каналов. Как это происходит? При повышении глюкозы в организме, в крови, также повышается концентрация глюкозы в клетках Лангерганса. Концентрация глюкозы в клетках вызывает повышение количества АТФ за счет ее синтеза. А в клетке есть специфические калиевые каналы, которые чувствительны к концентрации АТФ. При повышении концентрации АТФ они ингибируются. То есть, при этом, выход ионов калия из клетки нарушается. Наступает диполяризация клетки, на которую реагируют кальциевые каналы. Это называется потенциал чувствительные кальциевые каналы. То есть, здесь процессы транспорта ионов клетки вообще взаимосвязаны. И очень сложно изучать эти процессы по отдельности. Там транспорт ионов калия влияет на транспорт ионов кальция. Транспорт натрия влияет на транспорт ионов... Ну, в общем, процесс невероятно сложен. Поэтому даже для секреции инсулина важны калиевые потоки. Нарушение хлоридного канала, это вот второе эндокринное нарушение, второе нарушение функции, приводит к образованию камней в почках. То есть, к нарушению кальциевого и фосфатного метаболизма. Вот здесь изображены камни, они достаточно большие. Это могут быть скопления фосфатов, фосфатокальция. Значит, откуда они формируются? Они формируются из-за того, что повышается концентрация кальция и фосфата в моче. Они, ионы соединяются и постепенно накапливаются, формируют большие твердые структуры. В этих процессах, в процессах кальциево-фосфатного обмена в организме, также принимает участие канала. В частности, хлоридный канал CLC5. Он присутствует в эндосомах, в клетках собирательных трубок почки. Я теперь расскажу, каким образом он играет роль в этом процессе. Вот представьте, это плазматическая мембрана собирательной трубки. На ней находятся рецепторы. Рецепторы, допустим, парадгормона, который регулирует фосфатный и кальциевый обмен. При соединении парадгормона с рецептором образуется легандрецепторный комплекс, который для того, чтобы активировать сигнальный каскад внутри клетки, он необходим, чтобы этот комплекс интернализовался в виде визикулы. Происходит интернализация. А внутри визикулы происходит расщепление комплекса легандрецептора. Таким образом, опять формируется чувствительный для леганда рецептор того же самого парадгормона. Вот такой вновь активированный рецептор вновь поступает на поверхность клетки и далее может принимать участие в передаче сигнала от парадгормона. Если этот процесс нарушается, то есть, допустим, если все рецепторы парадгормона были связаны с легандом, интернализовались, и они не могут больше поступать на поверхность клетки или постоянно находясь связаны с легандом, уже не могут реагировать на тот же самый парадгормон. Таким образом, вот здесь происходит нарушение функции, нарушение кальциевого и фосфатного обмена. Вот как раз расщепление комплекса легандрецептора в этом процессе участвует хлоридный канал. Значит, вот это расщепление комплекса происходит при ацидификации эндосом. То есть, при накоплении хлорида натрия, при накоплении соляной кислоты, грубо говоря, H+, и хлор-минус внутри этих эндосом. Значит, протоны закачиваются с помощью АТ-фазы, а хлор поступает за счет С-хлор-5 канала. Вот если этот канал не работает, ацидификация эндосом нарушается, нарушается расщепление комплекса рецептор-элегант, нарушение сигналинга, повышение концентрации кальция и фосфатового мочи, образования камней. Ну и последняя функция, о чем я хочу сказать, это о том, существует ли связь между такими, на первый взгляд, несвязанными органами, такие как внутреннее ухо и нефрон почки. Оказывается, существует функциональная связь. Это было найдено благодаря тому, что существуют мыши, у которых нарушена функция почки, нарушена реабсорбция ионов в нефроне. Кроме того, это нарушение сопровождается глухотой. Вот и искали, почему это так. Оказывается, что ионные каналы, они обеспечивают передачу не только нервного импульса, но и обеспечивают вот такие важные функции, как слух, зрение и обоняние. Вот я расскажу про слух. Значит, как мы слышим? Вот это структура уха. Значит, звуковые волны сначала через внешнее ухо, через систему косточек, передает колебания на внутреннее ухо, на полукружные каналы и улитку. Значит, эта структура, внутреннее ухо, заполнена эндолимфом, то есть жидкостью, которая воспринимает звуковые колебания, также начинает колебаться и передает сигнал дальше. Значит, на рецепторный орган. Рецепторный орган называется кортиев орган. Эта структура достаточно сложная. Я здесь только скажу, что главными клетками здесь являются волосковидные клетки. Они сверху покрыты мембраной и снизу покрыты мембраной, которая окружена эндолимфом. Вот как раз колебание эндолимфа вызывает колебание мембран. Колебание мембран передает сигнал на эти волосковидные клетки, на поверхности которых находятся калиевые каналы. При этом они являются механочувствительными. То есть звуковые колебания вызывают открытие этих калиевых каналов, поступление калия внутрь клетки, последующую деполяризацию и как раз формирование нервного импульса. И во внутреннем ухе как раз существует система различных ионных транспортеров калия, калиевых каналов, калиевых транспортеров, ну естественно натрий-калиевая эта фаза, которые как раз формируют вот такой круговой поток калия внутри внутреннего уха, который восстанавливает концентрацию калия после прохождения нервного импульса. И было показано, что транспортеры для внутреннего уха и для нефрона почки, они одинаковые. Ну то есть есть несколько белков, в частности вот KCNQ1, калиевый канал, хлоридный канал, C-хлор, ну и ряд других белков, которые одинаковые в тех и в других клетках. Поэтому таким образом на уровне механизма транспорта ионов через мембрану внутреннее ухо очень похоже на клетки нефрона. Таким образом я подытожу и скажу, что избирательная проницаемость мембраны это основа сохранения жизнеспособности организма в целом, и именно поэтому плазматическую мембрану можно считать государственной границей клетки. Спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы. Спасибо. И что, какие у нас вопросы есть? Пожалуйста. У меня такой вопрос. Вообще, сколько генов занимается тем, что транспортируют и воды, и воду? Вот вы аквапарин до 7-го, да, дошли? Ну, только аквапаринов существует 13 типов. А вообще есть какая-то оценка, сколько белков занимаются тем, что транспортируют ионы, и воду? Какая доля генома? Да, какая доля генома? Нет, я не знаю. Ну, в процентном соотношении я не знаю, но их огромное количество, я даже не знаю. На самом деле, их исследования еще находятся на уровне того, что не все транспортеры известны, которые экспрессируются, не все гены открыты. Кстати, вот насчет этого же, там должна быть очень сильная консервативность. Вообще говоря, ведь что, ничего вообще нового-то не происходит в этой области, или как? Насколько консервативны вот эти самые гены, скажем так, аквапарины у млекопитающих, каких-нибудь там медузы, чего-нибудь еще? Ну, я лично не знаю, я вот знаю только про аквапарины млекопитающих. Я знаю, что есть аквапарины у растений, я знаю, что есть аквапарины у эшихи и коля. Ну, сколько они сильно отличаются? Ну, белковые последователи я не сравниваю. Это, вот тут может быть какая-то интересная штука, которую, ну, я знаю по этому, по симптоматическому комплексу. Когда одна и та же функция, она совершает, одна и та же вторичная структура, то есть, это самое вот, ну... Ну, понятно, третичная структура должна быть консервативна. Хотя никакой гомологии. У, например, между растениями и животными. А так структура одна и та же, вы видите по одному. Вот этого нету? Я предполагаю, что структура консервативна. Структура или последовательность? Последовательность может меняться. Ну, это, по-моему... Потому что и он, и где, и на той же. Поэтому структура консервативна. Так, еще вопросы. Так, а вот так... Да, пожалуйста. А вот, значит, начиная этого самого Кубаина, в Астраглее. Вы сперва сказали, что он защищает от отека мозга. Потом сказали, что мыши с его локаутом от отека мозга вообще не страдают. Вот. А с качевыми за это платят? Ну, на самом деле, там все сложно. На самом деле, есть два типа отека. Вызванным нарушением гематоэнцефалического барьера и вызванным гипергидратацией. Вот когда он вызван гипергидратацией, просто увеличением концентрации воды в организме, то акопорин четвертый, наоборот, приводит к усилению отека мозга. А если... Да. Он просто в разных структурах мозга, в той же самой Астраглее. Есть Астраглея, которая находится в районе желудочков. Она как раз обеспечивает отток из внеклеточной среды в желудочек, ну и дальше удаление из мозга. А есть Астраглея, которая находится около гематоэнцефалического барьера. Поэтому там находятся одни и те же каналы, которые обеспечивают как бы транзитный транспорт воды. С одной стороны, если поток ускоряется, необходимо ускорить его отток. Поэтому если мы блокируем отток, нарушается функция, увеличивается отек мозга. Если же мы блокируем приток, то спасаем от отека. Ну то есть там сложная ситуация в зависимости от механического повреждения. Так, слушайте, тогда вообще должны быть, ну скажем так, нервные болезни, которые обусловлены проблемами вот этих самых каналов. Есть они такие или нет? Или там уж когда эти каналы нарушены, то там уж не до нервных болезней. Есть синдромы, значит, нервные синдромы, значит, среди симптомов которых есть, точнее среди этих самых, среди диагностических признаков которых есть нарушение канала. Нет, я понимаю, но вот меня как разобразная ситуация интересует. Может ли быть, вот так сказать, нарушение канала, ну скажем, единственной или основной причиной нервной болезни. Вот судя по тому, что вы говорили, что они как-то так увлечены. Но вот в качестве причины мутации по этим самым вот каналам могут ли приводить вот... Я знаю про мыши-мутанты, у которых окопарин четвертый удален. Они страдают эпилепсией. Вот как раз за счет того, что калий с трудом реабсорбируется около... А больше никаких особенных у них нет? Ну плюс у них есть еще нарушение реабсорбции воды в почках. И вот окопарин четвертый, он вообще и в легких экспрессируется, там множественные симптомы. Так, а вот еще вопрос. Что-нибудь про окопарин в головоногих известно? Я расскажу, почему я просто обладал, потому что сейчас загадочный такой факт. Эти животные довольно активные, но они глухие. Причем живут в воде, где слух играет очень важную роль. Но они освоили пресные воды. Вот, значит, в связи с этим как раз вопрос. Может они не освоили, потому что не сумели наладить ионный баланс, а поскольку не сумели его наладить, а не сумели наладить, вот именно поэтому они и глухие. Вот такая связь с меня, мне кажется. Ну, может быть, это надо специально читать, я так не отвечу. Есть ли работа по окопаринам головоногих? Наверняка есть. У головоногих, да. Понятно. Да, пожалуйста. Что интересно, зачем вообще нужно такое разнообразие? То есть, вообще геновыполняющие сходы, может быть, чуть более весит аппаралоги? Ну, то есть, если это сильно гомологично, то 14 штук. Ну, там это на самом деле такое разнообразие, может быть, оно сформировано случайно. Насколько типично, ну, насколько оно там среди высших видов, да, там, больше, меньше вообще, как это вовремя? Ну, вообще, зачем? То есть, либо это связано с количеством тканей, допустим, да, в организме, то есть, вовремя. Нет, ну, я не могу ответить, зачем это сформировалось, потому что это просто сформировалось. Я просто хочу сказать, что такое разнообразие позволяет выполнять более тонкую регуляцию. Вот, в частности, в собирательных трубках есть три типа окопаринов, и они все регулируются по-разному. Одни экспрессируются только в опекальной мембране, а два других экспрессируются только в базолатеральной мембране. Таким образом, можно влиять на проницаемость мембраны только опекальной, либо только базолатеральной, в зависимости от нужд, там, этих клеток или физиологического состояния организма. Там у них отличия есть в последовательностях, в аминокислотных последовательностях, которые фосфорилируются внутриклеточными киназами по-разному. И таким образом транспорт внутриклетки их также происходит по-разному. Ну, просто за любое разнообразие приходится платить всегда. За его держание, функциональное состояние, да, то есть его же надо под контролем держать. И просто интересно, как разнообразие, те же окопаринов в разных организмах разного уровня. Он не хочет, он не хочет вообще говорить про разные организмы. Суд, он продавал, а многие спрашивают, он ничего не говорит про растения. Он отвечает, потому что, Саша, потому что вот вы помните, что сказал Добжанский. А можно про меня питаться? Да, нет, нельзя. Вот потом, сейчас. Меня это еще впечатлило, про 8 банк воды, да, которые фильтруются через почки. Ну да, да. 200 литров. 200 литров, да. Какая доля моего рациона ежедневного тратится на то, чтобы эти 200 литров обратно вернуть в кровь? То есть она же против ингредиентов? Ну, я знаю, что количество натрий-калиевых атефаз, вообще количество АТФ, которое синтезируется в организме, и вот в почках наибольшая концентрация молекул натрий-калиевых атефаза присутствует. То есть если в обычных клетках порядка нескольких тысяч натрий-калиевых атефаз на клетку, то в этих клетках, которые выполняют реабсорбцию такого огромного количества веществ, их доходит количество до 50 миллионов. Поэтому почки потребляют большое количество АТФ. Это вопрос вообще. Мы живем только... Вообще все в Калининграде и ездят, а то, что мы там перекачиваем. Да, слушай, я, кстати... Так, а вот такой вопрос еще. Известно, что в реагенезе взвлекопитающих меняются почки. Дуловичная, головная и так далее. А вот этих почек, набор, репертуар, этих самых акапаринов, кто-нибудь исследовал, он меняется или он один и тот же остался? Ну, тоже меняется. Это как раз у нас лаборатория. Вининговое развитие крыс исследовало, и гормональная компетенция к вазопрессину, то есть, когда клетки начинают реагировать на гормоны, она формируется только к 20-му дню постнатального развития. Ну, вот это вот у крыс, в частности. То есть, нефрон развивается. И я не знаю уж насчет акапаринов, но, по крайней мере, рецепторы гормонов, они формируются не сразу. Исходно там у них у всех высокая водная проницаемость. Не, ну там, по-видимому, еще вот должна быть довольно-таки переход как раз вот в момент рождения, да? Ну, вот в момент рождения, я знаю, там... Вот, а пока он там болтыхается, он эту воду пьет, аковоплодную? Пьет. Пьет. Вот как раз в процессе рождения же происходит раскрытие легких и удаление жидкости. Вот как раз акапарин, я не помню, то ли первый, то ли четвертый, он как раз в легких выполняет функцию откачки жидкости из альвеу и создания сурфактанта. Без его функции детеныши рождаются с хроническим воспалением легких, там задерживается вода, она полностью не удаляется, и они с трудом дышат. Так, а во взрослых эта штука отключается вовсе или просто в том режиме работает? Во взрослых с телевизорами доживаются. А? Во взрослых с телевизорами доживаются, Павел Михайлович. Они устают дышать, элементарно устают дышать. Понятно. Так, Юр, пожалуйста. Хорошо, на такой вопрос. Там же звучало слово оживение, имело следовременное накопление жира или ограничение веса и накопление воды? Нет, имелось в виду пролиферация и рост адипоцитов. Ну, то есть, именно жировой ткани. Именно жировой ткани? Да. Из-за нарушения обмена глицерина в жировой ткани. Ну, это вот я сейчас вам рассказал те функции аквапоринов, которые вот только начинают исследовать. Они, на самом деле, описаны буквально в обзоре этого года. Поэтому это только на начальных этапах развития. Потому что только недавно получили вот эти мыши-накауты по разным аквапоринам, которые позволяют исследовать как раз влияние отдельных белков на физиологическое состояние организма. Поэтому это вот только самые первые данные, то, что сейчас известно. Ну, то есть, больше я не могу сказать, какое там влияние. Так, хорошо. Есть еще вопросы? Да, пожалуйста. Саша, а вот вопрос такой контрразнообразия. Несмотря на разнообразие белковки, ты сказал, что мы видим очень множество клетогенов, а существует, не в зависимости от клеток типа тканей, какая-то универсальная схема регуляции именно поляризации мембраны и взаимодействия этих ионных аналопрадов? Вот для всех типов клеток в организме... А, поляризация мембрана в смысле формирования потенциала? Да. Ну вот формирование потенциала, это прежде всего натрий-калиевый насос. Он присутствует во всех клетках организма абсолютно. И именно натрий-калиевый насос формирует этот потенциал. Все остальные ионы уже оказывают второстепенное влияние транспортера. А вот регуляторные взаимодействия между каналами. Ты сказал, говорил очень часто с примером, что натрий влияет на щиткаль, влияет на работу кальциевых каналов, кальциевые каналы взаимосвязаны с натрием, натриевыми с кальями. Вот некий такой, как бы, постоянный регулятор роузов, он есть какой-нибудь для всех типов клеток? Ну вот я как раз в своей работе это изучал. Скорее всего, как я считаю, есть постоянная проницаемость через каналы длионов натрия, длионов калия, обязательно. Есть натриевые и калиевые каналы и натрий-калиевый насос. То есть натрий входит, калий выходит, и этот процесс балансируется с работой насоса. Вот это три ключевых игрока, которые присутствуют всегда. Ну то есть натрий с калием, это вот самые главные вещества. Так, хорошо. Есть еще вопросы? Нету. Спасибо большое, Саша.